Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Губернатор Московской области подписал постановление о дополнительных мерах к извращению распространения коронавирусной инфекции. Я могу точно сказать, Люберца через года три, это будет совершенно другой город, совершенно другим движением. Владимир Ружицкий встретился с представителями культуры и спорта и образования. Когда я получила это звание, мне было безумно приятно. Внутри клокотало. Глава округа поздравил почетных доноров. Чтобы когда быть дедушкой, не вот так ходить, а можно было спокойно пробежаться. В округе прошел летний фестиваль ГТО. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Люберецкой администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители структур отчитались перед главой городского округа Владимиром Ружицким о проделанной работе. На встречу побывала наша съемочная группа. В 2021 году в многоквартирных домах планируют отремонтировать 230 подъездов. Из них в 40 семей на прошедшей неделе уже завершили работы. Капитальный ремонт 115 жилых зданий проведут в этом году. На сегодняшний день в 20 МКД выполнены полностью, в работе 20 МКД. Также вопрос под контролем. И у нас основные работы выполняет управляющая компания ЛГЖТ. Она является основным подрядчиком при выполнении капитальных ремонтов по всему городскому округу Люберца в каждом МКД. Особое внимание на совещание уделили эпидемиологической обстановке в округе. В Московской области усилен контроль за масочным режимом. Санитарные нормы необходимо соблюдать во всех общественных местах. В округе продолжают работать прививочные пункты. В городском округе Люберца проводится массовая вакцинация во всех поликлиниках, в стационарных пунктах, которые открыты на базе торговых центров, которые открыты на базе МФЦ, клуба активного долголетия. А также дополнительно два пункта открыты в стационарных лечебных учреждениях. Руководителям организации запрещено допускать на работу сотрудников без средств индивидуальной защиты. Усилен контроль в местах массового скопления людей. Все культурно-спортивные мероприятия в городском округе проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На минувшей неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры продлили до 20 июля 2021 года. Культурно-спортивные встречи будут проводиться только при соблюдении комплекса мер эпидемиологической безопасности. Одновременно находиться на мероприятии могут не более полутора тысяч человек. Организаторы обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции в полтора метра. А на входных билетах должен быть указан номер места. В общественном транспорте, магазинах и других пространствах массового скопления людей необходимо носить маски или респираторы. Тоже требование относится к работодателям. Сотрудников не допустят до рабочего места без средств индивидуальной защиты. В Люберцах продолжается вакцинация населения. Прививочные пункты располагаются во всех поликлинических отделениях. Также вакцинироваться можно в торговых центрах, МФЦ и клубе активной долголетия. На вопросы, связанные с вакцинацией от COVID-19, ответят по телефону горячей линии 122. Ограничительные меры в первую очередь коснулись представителей тех профессий, которые напрямую контактируют с людьми. Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков на совещании с правительством и главами городских округов рассказал об этой вынужденной мере. Невакцинированные водители такси и автобусов не будут допускать до рабочих мест. Для сотрудников составят списки с указанием даты и прививочного пункта. Эти данные необходимо подтвердить до 30 июня 2021 года. Вице-губернатор Московской области подчеркнул, что к 15 июля все водители должны пройти первый этап вакцинации. Контроль за списком проведет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры вместе с агрегаторами такси. А сотрудники ГВДД будут проверять наличие QR-кода и ковид-паспорта. В Люберцах продолжается проверка безналичной оплаты. Под контролем все транспортные компании, которые осуществляют пассажирские перевозки на территории городского округа. К очередному рейду присоединились мои коллеги. Вместе с пассажирами в автобусы и маршрутки заходят ревизоры. Цель – проверить исправность терминалов для безналичной оплаты проезда. В рейде принимают участие не только сотрудники органов транспортного контроля и администрации округа, но и руководители компаний-перевозчиков. Можно чек? Конечно. Все, в принципе, работает. Чериодически выходим на линию, когда есть какие-то жалобы. Следить за работоспособностью валидатора в обязанность каждого водителя. На сегодняшний день весь общественный транспорт, курсирующий по городскому округу Люберца, обеспечен оборудованием для приема безналичной оплаты. В конце рабочей смены водитель приходит, сдает валидатор механику. Механик спрашивает, были ли какие-то замечания при оплате. Если замечаний никаких не было, то механик просто ставит его на зарядку. Если были какие-то замечания, то механик выдает другой валидатор, который резервный. А с этим техник разбирается в течение рабочего дня. Подобные рейды проходят в округе систематически. В первую очередь участники инспекции проверяют маршруты, по которым поступают жалобы от жителей. Для профилактики осматривают и те, которые в зеленой зоне. Со второго раза получилось. Видимо, как бы машина, технический сбой бывает. Всегда все работает, всегда все четко. Пожалуйста. Если нужен чек, можно попросить, но как бы все выходит. Все нормально с этим. Все больше пассажиров используют бесконтактную оплату проезда. С учетом эпид-обстановки это наиболее безопасный и удобный способ. Если в общественном транспорте неисправный терминал, то пассажир имеет право на бесплатную поездку. Сообщить о нарушении работы валидаторов можно, позвонив по номерам, указанным на экране. В Московской области усиливаются меры профилактики коронавирусной инфекции. В местах массового скопления людей контролируют соблюдение масочного режима, а также следят за санитарной обработкой помещений. Наша съемочная группа проверила, как работает один из люберецких торгово-развлекательных центров. Убедившись, что посетитель в маске и у него нет повышенной температуры, контролер COVID-19 пропускает его в торговый центр. Правило уже привычное, но про средства индивидуальной защиты многие забывают. Немного расслабились они. Приходится напоминать им, чтобы маски одевали. А вот сотрудники торгово-развлекательного центра не расслабились, как и прежде. Каждые два часа. Санитарная обработка всех поверхностей. В первую очередь дезинфицируют ручки входных дверей и перила эскалаторов. Все, к чему чаще всего прикасаются люди. Продавцы все время в масках и перчатках. Того же требуют и у посетителей. Требования никаким образом не изменялись и не облегчались. То есть как бы было постановление, так мы и придерживаемся этого постановления. В первую очередь надо привиться. Вот тогда мы снимем все перчатки, маски и будем жить абсолютно нормальной жизнью. Сейчас смотрим, число заболевших растет и поэтому меры ужесточаем. Только в рекомендательном характере мы можем сказать, что вот оденьте маску, потому что вас все равно обслуживать без маски не будут. Ежедневно в этом центре задействовано около 250 сотрудников. Открыто более 100 объектов торговли и услуг. В будни посещаемость комплекса превышает 11 тысяч человек. Многие посетители к мерам предосторожности относятся с пониманием. Год с лишним пандемии научил беречь здоровье. Я всегда в торговом центре и нашу маску. Это защита и для нас, и для вас. Я защищаю вас, вы защищаете меня. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Москве и области зафиксированы рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий лично проверил соблюдение масочного режима в общественном транспорте. А на каждом автобусе объявление «Вход без маски запрещен. Лучше надеть и перчатки». Несмотря на это, многие пассажиры игнорируют требования Роспотребнадзора. А сейчас почему без маски? Не знаю, забыла, наверное. А как вы войдете в транспорт? Сейчас куплю в аптеке. А вы сейчас почему без масок? Мы по улице шли, что маски поносить? Маску ношу, витамины пью. Перчатки тоже, разумеется. А сейчас почему без маски? Сейчас это с собой. Я просто кушала только что. Расслабляться рано. Число заболевших вирусом COVID-19 растет, а возраст больных молодеет. Рассадник вируса – места с большим скоплением людей. Электропоезд – самый востребованный транспорт в московском регионе. Электричками часто пользуетесь? Я не пользуюсь. Редко? Как вам масочный режим? Великолепно. Я медработник. Вот это вы еще знаете, да? Резкий рост. Да. Резкий. В настоящее время инспекторским составом территориального отдела номер 15 ГОСАМ Технадзора проводятся профилактические мероприятия, направленные на побуждение граждан к ношению масок. Маска и перчатки – физическая преграда на пути вируса. Причем нужно надевать их непосредственно перед входом в помещение или транспорт. Люди, уже переболевшие коронавирусом, как никто другой, понимают, что средства индивидуальной защиты просто необходимы. Обязательно везде, не только в транспорте. Я считаю, спасает. Конечно, потому что я болела, я собираюсь делать прививку. Вакцина у нас есть. У нас сегодня развернуты во всех поликлиниках вакцинация. Мы в торговых центрах, МВЦ, в других учреждениях. У нас сегодня минимум 24 точки, где можно вакцинироваться. Если есть коллектив или СНТ делают заявку, то мы туда отправляем мобильную бригаду, где мобильная бригада вакцинирует на месте. Стоит помнить, медицинские маски, перчатки – вещи одноразовые. После двух часов защиты их нужно утилизировать. Многоразовые средства защиты лучше выбирать из хлопка. После использования – постирать. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. С Днём медицинского работника поздравили люберецких профессионалов. Медицинским сёстрам и врачам вручили почётные медали и предоставили сертификаты на жильё. На праздники побывала наша съёмочная группа. Мир делится на врачей и их пациентов. Так между собой говорят медики. Юлия Шиповалова работает неврологом в Красковском отделении Люберецкой областной больницы. Медицина для люберчанки не просто работа, а образ жизни. Очень много негатива сейчас, и как-то надо поддерживать врачей, чтобы люди поняли, что врачи не хотят плохого, ничего сделать. Они, наоборот, стараются для больных, чтобы наше население было более здоровым. Благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьёва вручили Юлии и другим врачам. Поздравить медиков и поблагодарить их за работу в непростой эпидемиологической обстановке приехал и глава городского округа Владимир Ружицкий. Сегодня многие переосмыслили среди населения, среди жителей профессию врача, профессию медсестры. Друзья мои, я хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы. Это самое главное. В Люберцах о здоровье жителей заботятся более 4000 медиков. Слова благодарности за их труд выразили депутаты Московской областной думы, представители Совета депутатов городского округа и члены профсоюза работников здравоохранения. Вы знаете, как мы вас любим, как мы вас ценим, как мы вас уважаем. Мы рады, что вы у нас есть, что вы стоите на страже здоровья наших жителей. Я от всего сердца желаю вам прежде всего здоровья, и чтобы вы никогда не нуждались ни в чем, ни на работе, ни дома. Администрация округа решила поддержать врачей. Сертификаты на квартиры вручили 13 медработникам. Пользоваться жилым помещением сотрудники смогут по договору коммерческого найма. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 14 июня прошел Международный день донора. На станции переливания крови было многолюдно. В этот день пришли сдать кровь и постоянные посетители, и дебютанты. Владимир Ружицкий лично поблагодарил почетных доноров Люберец. В этом году их стало на 9 человек больше. Как получить знак почета, протянув руку помощи, смотрите в нашем следующем сюжете. Любовь Сергеевна сотрудница Люберецкой станции переливания крови. Сама сдавала кровь более 50 раз для больниц, а также плазму для родильных домов. Она не понаслышке знает, что кровь бывает просто необходима пациенту для спасения жизни. Для Любови Джумаевой донорство – это образ жизни. В душе ты понимаешь, что ты для кого-то делаешь что-то доброе, хорошее. Кого-то ты спасешь. И я еще это понимаю, как это часто нужно. И когда нет именно определенной какой-то группы крови. Чтобы стать почетным донором, нужно сдать кровь не менее 40 раз. Забор крови можно делать раз в два месяца. Донор начинает готовиться заранее. Накануне нельзя есть жирную и сладкую пищу. На несколько дней придется отказаться от алкоголя и сигарет. Ирина Баринова мечтала стать почетным донором с детства. Сегодня в день донора сдала кровь в 40-й раз. И вот она – долгожданная награда. Когда я получила это звание, мне было безумно приятно. Внутри клокотала. В Люберцах проживают 196 почетных доноров Советского Союза и 850 почетных доноров России. Их кровь помогала малышам в родильных домах, людям с осложнениями после операции и больным коронавирусом. В ковидном стационаре, нашим третьим, буквально в хирургии заполнены теми людьми, которые осложняются кровотечением, у которых есть хронические заболевания, язвенные болезни и все остальное, конечно, им нужно переливание крови. 450 миллилитров донорской крови способны спасти жизнь или улучшить ее качество тем, кто в этом особенно нуждается. Стать донором может каждый совершеннолетний. Главное – состояние здоровья и желание помочь. Те люди, которые небезразлично к этому относятся, честь и мы хвала, мы сегодня посетили, поздравили с их профессиональным праздником наших врачей станции переливания крови Люберецкой и пообщались с донорами. В день сдачи крови рекомендуется пить больше жидкости. На станции переливания чай со сладостями – обязательно бесплатное угощение. Кроме того, каждому донору положено два дополнительных оплачиваемых дня в день сдачи крови и последующий за ним. Это дает возможность восстановить силы. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 2020 год устроил всем настоящий экзамен на прочность. Но больше всех удар пандемии почувствовали медики, которые по сей день находятся на передовой борьбе с опасной инфекцией. О том, с чем пришлось столкнуться врачам в первые дни эпидемии, нашему корреспонденту рассказала заведующая станции переливания крови Любовь Мануева. Никто никогда с таким ужасом не сталкивался, с такими осложнениями, с такими тяжелыми пациентами, которые буквально таяли на глазах. Очень сложно было. Весна 2020-го для Любови Мануевой – это не самоизоляция и не время, проведенное семьей. Для нее это один из страшных периодов, который навсегда останется в памяти. Будучи реаниматологом, она видела самые тяжелые случаи заболевания. Спустя несколько недель борьбы с новой коронавирусной инфекцией она сама стала пациентом своего отделения. Я почувствовала себя очень плохо, когда у меня начался сухой кашель. Бесперерывный, лающий сухой кашель, который ничем не купировался. Поднялась температура и кашель потом принял явление кровохаркания. Это было ужасно. В этом году Любовь Булгатовну назначили заведующей станцией переливания крови. Теперь она заботится о том, чтобы больницы были обеспечены главным жизненным компонентом. Одно из отделений, которое всегда нуждается в нем – ковидный госпиталь в Краскове. Кровь очень востребована. Хочу напомнить о том, что у нас есть третий стационар, в котором лечатся наши тяжелобольные ковидом. И у них достаточно много осложнений, конечно. Мы много очень даем крови туда. Врач уверен, единственный способ уберечь себя от тяжких последствий – вовремя сделать прививку. Сама Любовь Мануева вместе со своим коллективом уже давно прошла вакцинацию. Прививкой занимались ученые. Они ее опробировали, использовали, залицензировали. Я думаю, что любое лекарство, которое в нашей стране есть, любой препарат, он такие же пути проходит. Тем, кто исключительно не хочет прививаться, нужно посмотреть осложнение тех людей, которые выходят из госпиталя ковид-19 и которые на своей шкуре все это испытали, с ними пообщаться. Владимир Ружицкий встретился с представителями культуры и спорта городского округа Люберцы. Поводом для собрания стало обсуждение ежегодного обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева. Подробности далее в сюжете. И послание президента, и обращение губернатора нацелено на одно. Мы стремимся к переменам именно к тем, которые волнуют людей. Глава городского округа Люберцы остановился на основных тезисах ежегодного послания губернатора. Они коснулись всех сфер жизни общества. От экономики развития малого и среднего бизнеса до образования и ремонта дорог. В прошлом году пандемия нанесла удар по всем основным направлениям. В первую очередь жесткие ограничения отразились на рынке труда. В Люберцах, в Люберецком городском округе безработица выросла 8 раз. И она, я вам скажу, на конец года была 7568 человек. А у нас эта цифра, в седате, была около 1000 человек. Конечно, мы начали немножко эту тему поправлять. Я надеюсь, что мы решим в этом году. Предстоит решить и много других задач. Развитие дорожной инфраструктуры, строительство социальных объектов, модернизация учреждений культуры и спортивных комплексов. В связи с современными условиями, болельщиками и всего прочего, в Красково реконструкция стадиона в этом году будет закончена? Электрон. Да. В ближайшие месяцы мы постараемся, чтобы она была реконструктурена до 1 сентября. Мы этим сейчас занимаемся. Это немножко будет совершенно другой вид, современный и так далее. Да, в этом году это будет. Вопросы участников встречи коснулись не только их профессиональной сферы. В беседе с главой затронули ряд других важных тем. Например, благоустройство парковых зон и общественных пространств, ремонт учреждений здравоохранения и транспортная доступность в округе. Все предложения и замечания жителей взяли в работу. Также глава округа провел встречу с представителями сферы образования. Обсудили основные темы ежегодного обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева. Какие планы в ходе встречи были намечены вместе с педагогами, расскажем прямо сейчас. 48 тысяч обращений люберчан поступило на портал Добродел в прошлом году. Основная задача администрации – прямая связь с населением и оперативное реагирование на все возникающие вопросы. Мы стремимся отрабатывать обращения наших жителей, как будто житель пришел на личный прием. На встрече с педагогами глава округа Владимир Ружицкий обсудил ряд тем, касающихся не только профессиональных вопросов, но и планов в сфере благоустройства, ЖКХ и экономики. Так сегодня в состоянии ремонта 35 люберецких дорог. Окончить работы планируют в конце августа. Я могу точно сказать, что люберцы через года три, это будет совершенно другой город, совершенно другим движением. Тем более сегодня в реконструкции Урал. Сферу образования обсудили более подробно. Глава рассказал о ходе строительства новой школы в жилом комплексе Люберецкий на улице 8 марта. Задача властей – в ближайшие 2-3 года перевести образовательное учреждение Люберец на одну смену обучения. Новые школы помогут в решении этой проблемы. Отдельно коснулись темы детских садов. Учреждения образования ежегодно получают хорошее финансирование на текущий ремонт, на приобретение оборудования, на техническое переоснащение, за что вам большое спасибо. Но интересует вопрос по поводу капитального ремонта 12-го детского сада, который был закрыт, поселок Октябрьский. Документы направлены в Министерство образования. Капитальный ремонт данного детского сада включен в программу и на следующий год будет произведен капитальный ремонт. Мы просим, чтобы сдвинуть был в этом году, чтобы начали. Но на следующий год он уже в программе. Это точно. Помимо улучшения условий обучения детей, особое внимание уделили материальной поддержке работников сферы образования. Все вопросы, возникшие у педагогов, взяли на карандаш. Возможно ли получение каких-то льгот молодым семьям, работающим в образовании, на приобретение жилья? Вот молодая семья, у нас есть программа, ведет ее Сыров Андрей Николаевич. Давайте вот мы что сделаем. У нас в образовании много молодых людей. Сделаем какую-то памятку Виктору Юрьевне, я скажу Сырову, Ирина Геннадьевна. Дать и отдать в учреждения, чтобы люди понимали, что нужно, что необходимо, какие документы собрать. В ходе беседы глава обратил внимание на эпид-обстановку в округе. В связи с ухудшением ситуации за сферой образования будет установлен особый контроль. Нам, Виктория Юрьевна, надо просто сделать какую-то статистику по образованию по каждой школе, переболевшие, вакцинированные и не вакцинированные. Мы эту задачу ставим среди медиков, среди муниципальных работников, ну и среди образования. Задачи поставлены, все вопросы педагогов взяты в обработку. Вакцинация от вируса COVID-19 продолжается. Прививку можно сделать в пунктах, расположенных в торговых центрах округа. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В многоквартирных домах продолжается ремонт подъездов. В текущем году по губернаторской программе обновят 230 входных групп. Один из объектов, который вошел в этот список – дом номер 32 в микрорайоне Птицефабрика. Там побывали мои коллеги. Еще несколько дней и рабочих в этом доме уже не будет. Для того, чтобы придать подъездам новый облик, осталось нанести несколько штрихов. Отремонтированные лестничные клетки, свежая краска, новые входные тамбурные двери. Благодаря региональному проекту «Мой подъезд» завершилось масштабное обновление этой многоэтажки. В 2019 году она была включена в программу благоустройства вылетных магистралей. Проведенный тогда ремонт фасада изменил внешний облик дома. Теперь высотка преобразилась и внутри. Заменено напольное покрытие на первых этажах, уложена керамическая плитка на стенах на первых этажах, чтобы сохранить ремонт. Заменены светильники с люминесцентных ламп на светодиодные современные. Повесим, уходя за собой в новые почтовые ящики. Этот дом вошел в губернаторскую программу благодаря активности жителей. Адресный перечень подъездов, подлежащих ремонту, формируют в том числе, исходя из обращений в соцсетях. Я хотел бы обратиться еще раз к нашим жителям. Если вы видите, что где-то нужен или растребован ремонт, то пишите, звоните. Я в социальных сетях, у нас есть электронная почта. Мы, как правило, все эти замечания принимаем, берем на контроль. На сегодняшний день в округе уже отремонтировано 47 подъездов из 230. Завершить план этого года управляющий компанией планируют до 1 сентября. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 90 лет исполнилось Галине Фролкиной. Коренная жительница городского округа проработала на Малаховском экспериментальном заводе 35 лет. Галина Александровна – тружница тыла и ветеран труда. Жительница Малаховки награждена медалью ВДНХ за успехи в народном хозяйстве СССР, за участие в создании открытой грузовой вагонетки. Поздравить юбиляра приехал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Глаза ваши не меняются. Поэтому, если бы даже на улице это увидел бы, я бы вас узнал. Я сначала инженер-технолог была, потом начальник отдела труда. Борьбе труда у Порнова рос из года в год наш славный, замечательный Малаховский завод. В свои 90 лет Галина Александровна пишет стихотворение о жизни, по памяти декламирует произведения любимых авторов и следит за новостной повесткой округа. Кубок Росмолл спорта по спортивному ножевому бою состоялся в Люберцах. В округе собрались любители из столичного региона Ленинградской, Тверской, Ивановской и Саратовской областей. О том, как проходил открытый турнир, смотрите в нашем сюжете. Маска, перчатки, а у женщины-то еще и нагрудник. Обязательная экипировка для участников. Вместо металлических ножей – прорезиненные муляжи. Инженер Алексей Иносов год назад увлекся этим необычным видом спорта. Ножевой бой – отличная разгрузка после тяжелого рабочего дня. Любой спорт – это хорошо. Спорт для человека после 40 лет – это хорошо в двойне, потому что есть масса других проблем. Ну, как у всех, по работе, в семье. Спорт – это вот такая зона комфорта. То есть в нее можно уйти после трудного дня на работе. Участвовать в турнире по ножевому бою могут спортсмены старше 18 лет. За кубок между собой соревнуются разные клубы. В каждом из них есть свои правила и особенности. Для всех участников турнира установили единый регламент. Суть заключается в том, что это идет работа на прорезиненных имитациях, которые безопасны для спортсменов. Это первый момент. Во-вторых, как я сказал, так как это кубок новичка, условно категория «Б» турнир, здесь участвуют неопытные бойцы. Турнир по ножевому бою такого масштаба в Московской области проходит впервые. Вместе с Федерацией оружейных единоборств России председатель Люберецкого отделения «Росмолспорта» Сергей Агаджанян решил собрать представителей разных клубов в одном месте. Спортивный ножевой бой, как правило, отдельно не позиционируется. Он существует вместе с прикладными, другими, скажем так, армейскими дисциплинами. Например, идет какой-то рукопашный бой, первый этап. Второй этап состязания – это спортивный ножевой бой. И третий – огневая подготовка. Победители турнира осенью представят Московскую область на чемпионате России по спортивному ножевому бою и смогут соревноваться в категории «А» с другими профессионалами. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. Впервые в Люберцах состоялся турнир по «Новусу». Это киевая настольная игра, напоминающая бильярд и шашки. Соревнования по такому редкому виду спорта прошли 13 июня в спортивном комплексе «Триумф». За звание лучших сразились шесть команд из разных городов России. Подробности в нашем следующем сюжете. Новус или морской бильярд пришел к нам из Латвии. В Прибалтике это национальный вид спорта. Для игры нужен специальный деревянный стол, кий и шашки. Выигрывает тот, кто больше забьет пешек в лузу. Андрей Дмитренко, капитан Люберецкой команды, начал играть в «Новус» еще в детстве. Особенность «Новуса» в том, что игру можно освоить в любом возрасте. И противопоказаний для занятий таким видом спорта нет. В одной команде собираются игроки с разными физическими данными. Познакомился я с этой игрой на турслете инвалидов в городе Тихвине. Мы туда приехали. Там как раз были представлены эти игры народов мира. Просто никогда в жизни киник не держал до этого. Там посмотришь по телевизору бильярд. А тут такая вот, дай-ка попробую. Инструкторы Люберецкого физкультурно-оздоровительного клуба спортсменов-инвалидов «Надежда» пришли на соревнования, чтобы приобщиться к новой спортивной дисциплине. Мы много слышали о этой игре. Очень интересовались этими моментами. И когда мы услышали, что в наш город приехал турнир среди городов России, ну, безусловно, мы не могли остаться в стороне. Мы приехали, дабы ознакомиться вообще. На турнир по «Новусу» приехали команды из Люберец, Троицка, Королёва, Москвы, Рязани и города Сланца Ленинградской области. Семь часов длились соревнования. Спортсмены выступали как индивидуально, так и в парном составе. В итоге победителем стала команда из Рязанской области. Команда городского округа Люберца заняла почётное второе место. И третьей стала команда города Сланцы. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На стадионе «Торпеда» прошёл летний фестиваль ГТО. К Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу присоединились более 500 жителей городского округа. За сдачей нормативов наблюдали мои коллеги. 32 повтора за одну минуту. В фестивале ГТО Макар Красаченко участвует впервые. Норматив «Пресс» юный спортсмен выполнил на золотой знак отличия. Тренировался, помню, в смене, где очень хороший тренер по лёгкой атлетике. И у меня как-то это сформулировалось. Я запомнила это всё и делала правильно. Надо дышать спокойно и не бояться. Попробовать свои силы можно и по другим дисциплинам. Прыжок в длину с места, отжимания, подтягивания, наклон на гимнастической скамье, рывок гири. На стадион пришли воспитанники спортивных и общеобразовательных школ, а также жители округа, ведущие здоровый образ жизни. Самое главное – это сдать норматив. После того, что всё это заносится в электронную систему, где происходит подсчёт очков, у каждой возрастной группы существуют свои нормативы, как временные, так и количественные. В этом году летний фестиваль ГТО приурочен к Международному олимпийскому дню, который отмечается 23 июня. В честь двойного праздника глава Люберец Владимир Ужицкий наградил лучших учителей физкультуры и тренеров округа. Мы сами знаем, что спорт – это здоровье, спорт – это залог, в принципе, удачи по жизни, потому что только здоровому человеку улыбается удача. Городской округ Люберца входит в число лидеров Московской области по количеству жителей, зарегистрированных на сайте gto.ru. На сегодняшний день эта цифра перевалила за 50 тысяч. Особой популярностью спортивное движение пользуется среди школьников. С каждым годом все больше детей приобщается к занятиям физической культурой. Чтобы когда быть дедушкой, не вот так ходить, а можно было спокойно пробежаться. Луиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Любовь к спорту передалась по наследству. Воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва Полина Хомякова завоевала золотую медаль в пятой летней спартакиаде молодежи России по легкой атлетике. С чемпионкой из Томилина пообщались мои коллеги. Крепко затянуть шнурки и правильно выбрать форму. От маленьких деталей зависит большая победа. Вес обуви может повлиять на скорость при забеге. Легкоатлеты используют шиповки – кроссовки со встроенными шипами на подошве. Когда ты бежишь без шипов, она может чуть-чуть проскальзывать. А когда ты бежишь в шиповках, то есть ты на одном месте, вот как ты поставил ногу, так ты оттолкнулся. Только вперед! С этой мыслью Полина достигает вершин в спорте. В зимнем сезоне Люберчанка пробежала 400 метров за 55,9 секунд. В 17 лет Полина Хомякова стала мастером спорта по легкой атлетике. Полина очень интересный ребенок, трудолюбивый, который много ставит перед собой целей и действительно их пытается достичь. Даже не то, что пытается, а поставила себе цель мастера спорта, она выполнила мастера спорта. Спорт в жизни Полины с детства занимает главную роль. Смешанные единоборства, гимнастика и даже бокс. Для кубков и медалей есть отдельная коробка. Желание всегда быть первой помогает не только в спорте, но и в учебе. Когда ты показываешь уже высокие результаты, тебе уже не хочется быть в каких-то списках ниже, чем средничок. И возможно, что из-за этого тебе хочется и по учебе также догнать всех своих одноклассников. Такому же примеру следуют младшие сестра и брат Полины. Семья всегда следит за соревнованиями спортсменки. Любовь к активному образу жизни детям передалась по наследству от мамы Виктории Александровны. В её расписании дня всегда отдельное место занимает йога или бег. На лыжах всегда велосипеды, ролики, самокаты. Всё. Даже на юг, если едем, там стараемся битсёрфинг, вот это вот, что-то пробовать, пробовать, новое, новое. Останавливаться на достигнутом Полина не планирует. Спортсменка из Томилина мечтает подняться на высшую ступень мирового пьедестала. При такой огромной поддержке её семьи, сомнений, что Полина станет первой, нет. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин